Здравствуйте, уважаемые друзья! Пятница вечера, все отлично, все прекрасно За бортом 25 градусов И вопрос сегодня для обсуждения Связанный с эмиграцией через учебу, я так понимаю Потому что автор вопроса задает следующий вопрос Масло-масляное Ему 35 лет, и может ли он получить студенческую визу? Для изучения английского языка Чтобы потом податься на двухлетнюю программу С бэкграундом продажи С бэкграундом продажи и образованием юриста Собственно, что по этому поводу я могу сказать? По этому поводу могу сказать следующее Что если человек подается на изучение английского языка, на визу То для курсов изучения языка виза не нужна Почему? Потому что языковые программы, как правило, это программы несколько месяцев Не бывает языковых программ Если это не академическая программа, связанная с изучением языка Как филология, как раздел науки То не бывает программ, которые длятся год, два, три, четыре, пять По канадским законам, по иммиграционным визам Для изучения языка, то есть все те учебные программы, которые длятся сроком меньше 6 месяцев То для таких программ даются туристические визы, а не студенческие Потому что я вам уже объяснял, что Треническая виза, она дается, во-первых, под академическую программу Или под получение какой-то профессии А во-вторых, она дается под программы, которые длятся от одного учебного года Поскольку языковые программы не подлежат, точнее, не подходят ни под одной из этих условий То, естественно, вы получите только туристическую визу Теперь, что касается получения учебной визы потом на два года После того, как вы сюда приехали Опять же, по этому поводу я говорил, повторяю еще раз Что вы можете поменять свой статус с туристического на студенческий В том случае, только если вы закончили программу, которая является частью Предварительной частью академической программы, которая ведет вас к профессии Или к степени Опять же, языковые курсы, они не ведут вас Они не являются частью академической программы Они не ведут вас к получению профессии и к получению степени Поэтому на основании окончания языковых курсов вы не можете получить студенческую визу Поэтому думайте по этому поводу И придумывайте какие-то другие варианты получения каких-то других курсов Прохождения каких-то других специальностей Или каких-то других предметов Которые будут вам давать возможность зацепиться потом по окончании этой программы То есть постарайтесь сделать меланж какой-то между языковыми курсами И там, не знаю, курсами по высшей математике Курсами по, не знаю, там, по биологии, там, по математике Еще почему бы, ну, я имею в виду по какой-то инженерной математике Чтобы это хоть как-то имело какую-то связь с той программой На которой потом вы будете учиться Чтобы у иммиграционного офицера, когда он изучал ваш кейс Была четкая логическая схема Почему вы приехали И почему он должен дать вам студенческую визу Вам, находящимся здесь, в Канаде Это вот такая вот большая часть Теперь, собственно, маленькая часть По поводу 35 лет И поверит ли офицер или нет Офицер может поверить всему, чему угодно Главное, чтобы история ваша была логична Изучение в 35 лет языка На мой взгляд, без обид Это абсолютно нелогичная история Потому что, если вам так захотелось заняться самообразованием То вы это можете сделать на гораздо более близкой дистанции В той же самой Англии или на Мальте Соответственно, я скажу, что шансы на то, что под такую историю Офицер даст вам визу, очень-очень маленькие Я бы на вашем месте фокусировался, если вы хотите мигрировать через учебу На получении именно студенческой визы И студенческая виза должна быть привязана Либо к вашей текущей профессии Либо к вашему предыдущему опыту Точнее, к предыдущему диплому Но поскольку вы 10 лет, получается, не работали юристом А работали в продажах То, опять же, получается так, что Варианты, на которые вы можете подаваться Это менеджмент Это маркетинг Это финансы Что-то вот такое вот, да И это будет либо бакалавр, либо мастер Но, опять же, еще раз говорю, что что касается языковых курсов На мой взгляд, шансы очень-очень невысокие Поэтому, опять же, очень сильно взвесьте, подумайте Чтобы не терять ни времени, ни деньги на те усилия Которые изначально под собой имеют мало очень оснований Все, друзья мои, за всем откланиваюсь Всем отличных выходных и счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok